Сардиния Местная легенда гласит, что именно здесь, на Сардинии, Бог впервые вступил на землю, наградив остров удивительно красивыми местами и чистейшим морем. Божий след на воде. Такую версию происхождения острова, также связанную с создателем, выдвинули древние греки, впервые увидев эту землю. Собственно говоря, с тех времен в первозданной природе острова мало что изменилось. Кристально чистое море, множество пляжей и уют-отелей – это первое, что привлекает сюда туристов со всего мира. На Сардинии предпочитают отдыхать и сами итальянцы. Мне повезло, я живу в трех километрах от моря. Отдыхаю здесь каждый день с 6 до 11 часов утра. Загорать после обеда вредно для кожи. А вообще морской воздух, вода и солнце очень полезны для здоровья. Ко мне в гости часто приезжают друзья и родственники с полуострова. Общая протяженность побережья Сардинии – около двух тысяч километров. Это бухты, лагуны и больше трехсот пляжей. Море необыкновенно красивое и прозрачное. Голубые, бирюзовые и изумрудно-зеленые оттенки воды меняются в зависимости от цвета песка, скал и окружающей флоры. Если мы едем на море, то, конечно, мы рады, потому что у нас такого нет. Поэтому эти длительные поездки, изнуряющие переезды, концерты, которые в 40-градусную жару, компенсируют все море. Компенсируют. И мы потом добрые и счастливые. Таинственный остров Феномены Сардинии местные не могут разгадать до сих пор. Источник сугологоны, хоть постоянно изучается специалистами, ответа на вопрос, какой глубины расщелина, из которой вытекает эта чистейшая и полезная для здоровья вода, так и не дал. Известно лишь то, что каменный массив образовался 190 миллионов лет назад и в среднем дает по 500 литров воды в секунду. Вода из обычных горных источников, как правило, очень тяжелая, пить ее не рекомендуется. Вода же из этого источника, напротив, очень полезна для человека. Она благотворно влияет на пищеварение. Она вытекает из-под горы и проходит через гранитные залежи, благодаря этому очищается. У нас даже были проекты по созданию производства этой воды, выпускать ее в промышленных масштабах. Но мы решили отказаться от этой идеи, потому что основной потребитель – местные жители. Они и так приезжают сюда каждый день. Парк Малентарджус считается одним из самых значимых заповедников не только Сардинии, но всей Европы. В начале 19 века здесь стали добывать соль, основали крупное производство. Но последние 30 лет в парк начали прилетать редкие виды птиц из Африки и Южной Америки. Соляную фабрику было решено закрыть. Сейчас на водах и болотах парка живут черные бакланы, египетские и белые цапли, чернокрылые аисты и самые красивые из пернатых – розовые фламинго. На самом деле эти птицы были бы абсолютно белыми, если бы не питались рачками, в которых много красного пигмента. Итальянцы в шутку сравнивают жизнь фламинго в парке с детским садом. Сюда прилетают розовые фламинго, и они здесь делают гнезда. Если будет видно, есть будут пленцы, так маленькие. Они часто делают детские сада, они все вместе, и потом по бокам есть родители, которые их смотрят. Розовые фламинго, дитя заката, розовые фламинго, здесь танцевал когда-то. Может, в жизни прошлой мне трудно вспомнить, думай о хорошем, я могу исполнить. Так выглядит ровно половина всей земли острова, километры пастбищ и плантаций. В сельскохозяйственных районах Сардинии тоннами выращивают виноград и оливки, а особое внимание здесь уделяют овцеводству. С древних времен пастухи, следовавшие за своими стадами, поддерживали торговые и культурные связи различных районов. Животноводы передавали другим племенам свои ремесленные навыки. Таким образом, распространению знаний и обычаев на Сардинии, которые существуют и по сей день, больше всего способствовало пастушество. Я начал заниматься овцеводством еще в детстве. Прошло уже 50 лет, сейчас у меня в стаде 1050 овец. Я знаю об этих животных все. С одной овцы мы в среднем получаем по 2 литра молока каждый день, сдаем продукт в кооператив, а там из него изготавливают вкуснейший сыр. Но, к сожалению, мы не получаем за это больших денег. Тем не менее, овцеводством я не перестану заниматься никогда. Я люблю свою работу. Сардиния основной поставщик сыра на территорию Италии. Изготавливают его здесь исключительно из овечьего молока. Пекорино сардо – это один из старейших сыров. Его рецепт известен островитянам больше 3000 лет. Коричневый оттенок корочки и мякоть цвета слоновой кости – это отличительные признаки сыра Сардинии. В центральной части острова пряный сыр любят есть с таким хлебом – корсау. За толщину, которая не превышает и 3 мм, туристы прозвали его нотная бумага. В местных деревнях можно найти много хозяек, которые все еще готовят корсау вручную, на огне. Сухая лепешка может очень долго храниться. Это тоже имеет свою причину. Пастухи должны были есть его долгое время, когда находились вдали от дома. Еще одна важная отрасль сельского хозяйства Сардинии – оливковое производство – с некоторых пор приняла в Италии стратегическое значение. Вообще в стране выращивается около 72 видов оливковых деревьев. Плоды пока только спеют. Собирать и обрабатывать их начнут в ноябре, то есть в начале зимы. В это время на острове идут дожди. Условия сбора оливок достаточно суровые. Но, как говорится, оно того стоит. Восхитительное итальянское оливковое масло любят во всем мире. Экстра вирджин, то есть масло после первого холодного отжима, используется главным образом для приготовления мясных блюд и салатов. С маслом, на бутылке которого написано «Puro e Junuino», то есть рафинированное, лучше готовить рыбу. У меня 400 оливковых деревьев. Ежегодно я получаю по 500-600 литров масла. Оливковое масло, особенно то, которое мы готовим в домашних условиях, очень полезно для здоровья, для сердечно-сосудистой системы. И готовить на нем вкуснее. Оно сохраняет вкус продуктов. Необыкновенные красоты сельской глубинки стали причиной развития на Сардинии агротуризма или сельского туризма. Явление сравнительно новое. Появилось около 40 лет назад и сейчас очень модное среди европейцев. На Сардинии 120 подобных баз, недорогих отелей, стилисованных под крестьянские угодья. Проживание в них обходится примерно в два раза дешевле – 50 евро в сутки. В курортной же гостинице номер стоят в среднем от 100 евро. Одна из главных целей создания таких отелей – это сохранение культуры Сардинии. Все, что мы показываем нашим туристам – это древнейшие традиции предков. Еще одна не менее важная задача агротуризма – экономическая. Мы помогаем небогатым местным фермерам. Многое из того, что они производят, мы реализуем прямо в наших отелях. Жители мегаполисов приезжают сюда целыми семьями, чтобы окунуться в жизнь на селе. Наблюдают за сыроваренным производством, ухаживают за виноградной лозой и учатся собственноручно раскатывать домашние макароны. Агротуризм может быть и совсем экзотическим. По желанию приезжих вместе с крестьянами на Сардинии можно даже выращивать лягушек на полотах. Италия считается сегодня одной из самых модных стран. И заслуга этого не только в том, что именно здесь творят самые знаменитые в мире дизайнеры одежды, но и в национальной кухне. Миллионы туристов приезжают сюда за тем, чтобы попробовать не только нежнейшее мясо на огне и с различными соусами, а именно пасту, потому что только в Италии можно насладиться ею настоящей. Сейчас мы будем готовить пасту. Сардиния – остров-хранитель итальянских традиций, поэтому даже в выборе макарон здесь предпочитают местный продукт. Макароны здешнего населения Сардов под названием Малореттус мы засыпали в кипящую воду и занялись соусом. Самыми популярными на Сардинии считаются этот соус мясной со специями, а также соус из морепродуктов. На самом же деле вариантов итальянцы придумали великое множество. В кипящей воде паста готовится 8-10 минут, затем смешивается с томатным соусом. Вот в таком виде уже готовое блюдо подается к столу. Самый популярный вопрос среди русских – почему паста, а не макароны? Потому что пастой здесь называют именно тесто, из которого все, по-русски говоря, макароны готовят. Итак, осталось лишь посыпать блюдо тертым пармезаном и готово. Бон аппетит! Еще одно не менее популярное национальное блюдо – ризотто, готовится из риса. Для того, чтобы сварить его правильно, нужен немалый опыт. Ризотто ай-формаджи, то есть ризотто с разными видами сыров, готовится около получаса. В обжаренный на оливковом масле сыр добавляют белое вино, затем постепенно – овощной бульон. Обязательное условие – непрерывно помешивать. Постоянно мешать рис довольно тяжело, поэтому у меня такие накачанные руки. В этом блюде четыре вида сыра – твердые и мягкие сорта. Плюс сливочный крем маскарпоне. Получается довольно калорийно, но оно того стоит. Вкус неземной. Ризотто с сыром очень популярен в Италии, однако здесь, на Сардинии, люди больше любят рис с морепродуктами, потому что здесь их предостаточно. Мы все-таки живем на острове. Однако самым известным во всем мире считается миланский ризотто. Миланцы готовят рис особым способом, уже больше 500 лет. Там в рис обязательно добавляют шафран, из-за чего он приобретает желтый оттенок. Сегодня это блюдо является одним из символов Милана. Особого внимания заслуживает ресторанное искусство Италии, начиная от самых элегантных и приветливых в мире мужчин-официантов и заканчивая продуманным до мелочей интерьером. И еще раз о поваре. Видимо, любящие покушать руссо-туриста очень понравились Тони Парсео до такой степени, что он выразил желание приехать в Читу, чтобы показать горожанам, что же такое настоящее итальянское путе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здесь же находится отель. Это место пользуется популярностью среди туристов, преимущественно немцев. Но, независимо от национальности, одним из любимых блюд здесь считается пицца. Бывают дни, когда Базилия выпекает по тысяче пицц за сутки. За действиями пицца Йола, то есть человека, который занимается приготовлением пиццы, можно наблюдать беспрепятственно. Нам повезло даже поучаствовать. Приготовить пиццу в соответствии со всеми традициями – это как совершить особый ритуал, поскольку важна в этом деле каждая деталь. Основа всему – тесто, состоящее из муки, натуральных дрожжей, соли и воды. Замешивать только руками. По-разному можно варить, например, пасту. Но традиции приготовления пиццы одинаковы во всей Италии. В этом отражается наш менталитет, а в выборе начинки итальянцы самовыражаются. Несмотря на все разнообразие начинок или, выражаясь профессионально, топпингов, самой популярной в Италии остается традиционная маргарита. Рецепт пиццы был придуман специально для королевы Маргариты в конце 19 века и с тех пор не менялся. Компоненты имеют не только кулинарное, но и символическое значение. Соус из свежих помидоров, сыр моцарелла и листья петрушки образуют цвета итальянского флага. Сами повара говорят, электрическая печь, конечно, может быть и надежнее, но классическая итальянская пицца должна готовиться именно на огне. Настоящая пицца должна готовиться без противня, прямо на дне печи. Вынимается в среднем через три минуты. Существуют и требования к продукту на выходе. Пицца обязательно должна быть хорошо пропечена, но при этом не быть пересушенной. Ее край должен быть высоким, мягким и хрустящим. Я дома так не умею. Мне здесь нравится больше. Мне очень понравилась пицца с грибами. Замечательный сыр, прямо тает, вообще очень вкусно. Дома, конечно, вкусная пицца, но здесь особенная. С пиццей в стране сравнивают и саму итальянскую кухню. Называя ее такой же пестрой и до мелочей продуманной. Итальянцы предпочитают лакомиться национальным блюдом в тихой, уютной обстановке, наслаждаясь каждым моментом. Но и наше русское спасибо пришлось им по душе. Пробковый дуб Пробковый дуб появился в природе более 60 миллионов лет назад. А первыми корой этого дерева применяли еще древние цивилизации Рима и Греции. Они использовали этот материал для закупоривания амфор с вином и оливковым маслом, изготовления поплавков и буйков рыболовных сетей, а также сандалий и крыш в собственных домах. Масима Матанов в своей мастерской работает с сувенирами и предметами интерьера. Каждое изделие – это 100% наручная работа. Вкладывать частичку себя в обычный брелок или магнитик обязательно, говорит мастер. Если работать с полной самоотдачей, то и без того непривередливый материал становится еще более послушным. На последнем этапе с пробкой очень легко работать. Это гибкий и прочный материал, приятный на ощупь. Самое сложное – это обрабатывать кору. Эту операцию проделывают вручную квалифицированные специалисты. И только летом, когда кора сама отстает от ствола. Полученная пробка сохнет на плантациях под открытым небом в течение шести месяцев. Затем ее вываривают в чистой кипящей воде. В результате она становится мягкой и эластичной. Только после этого сырье разрезают на пластины, из которых и получаются различные сувениры. Материал сродни нашей бересте. Из различных по толщине листов можно изготавливать все. Начиная от блокнотов, чехлов, прихваток, пробка обладает прекрасной термостойкостью, до посуды и часов. Но это только сувениры. В промышленных масштабах пробку используют в строительстве и авиации. Тем, кто приезжает на Сардинию, прикупить себе пару таких вещичек просто необходимо. А еще это отличный подарок, особенно если он именной. Надписи и рисунки на пробке выжигают специальной машинкой. А это уже другое, очень древнее производство на Сардинии. Изделия семьи Карбони известны на всем острове. Гончарным делом предки Антонио и Сальваторе Карбони начали заниматься еще 700 лет назад. Технологии изготовления посуды передается из поколения в поколение. Мне 80 лет, моему брату Антонио 78. Рядом с нашей деревней стоит гора. Так вот, за всю нашу карьеру мы изготовили посуды и сувениров высотой с эту гору, почти тысяча метров. Вся продукция, хоть и производится в современных условиях, но полностью повторяет оригинальные изделия. Точно такие же по форме и с такими же рисунками тарелки, подносы и горшки изготавливали наши предки почти тысячу лет назад. Новую сушильную печь братья приобрели лишь в прошлом году. Говорят, посуду предпочтительнее сушить просто на солнце, ведь на острове оно светит 300 дней в году. В последнее время спрос на такие изделия неумолимо падает. С появлением пластика и силикона тяжелую глиняную посуду приобретают лишь ценители старины, а также те, кто заботится о своем интерьере. Нашу продукцию покупают все меньше. Она стоит дороже, чем пластиковая, но все равно желание сохранить традиции превышает обычную коммерческую составляющую. И я буду бороться за то, чтобы наше дело продолжалось. Сейчас этим занимается мой 30-летний сын, и я уверен, что он не оставит это ремесло. Бережное отношение к своему прошлому – это то, чем отличаются островитяне. С многовековыми культурными традициями Сардинии тесно переплетается, конечно, не только гончарное дело. Цель абсолютно каждого ремесленника – не только хранить и передавать традиции. Свои изделия они стараются сделать частью культурного наследия острова. И это у них неплохо получается. Субтитры создавал DimaTorzok